В три часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно истово оделся. Полчаса спустя я уже сидел, оседла в чемоданчик на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них также сжималось сердце. Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять местно на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где как в болоте увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе трясло их на неровной Тулусской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов. Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром, и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Аспиталета, а через четыре выйдет из этого боя победителем. И тогда он волен будет избрать любой путь, в обход, над морем или на приступ, напрямик через Алькойский кряж, он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном. В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке людей, под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дождей и снега, и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитые слепительным солнцем аликанты. Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе не было сказано десятка слов. Я узнала гибели Ликрвена, одного из наших многих товарищей, туманным днем или туманной ночью, ушедших в отставку, навеки. Была такая же рань, три часа ночи и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окрикнул инспектора. Ликрвен не приземлился ночью в Касабланке. «А?» — отозвался инспектор. Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе. «А? Что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?» Из глубины автобуса ответили только «нет». Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет», ничего больше и не будет сказано. Что это «нет» жестокий окончательный приговор. Ликрвен не только не приземлился в Касабланке, он уже никогда и нигде не приземлится. Так, в то утро, на заре моего первого почтового рейса, я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да, не очень-то мне везет для первого рейса», — подумал я, — сказал инспектору. «Погода как будто неважная». Инспектор устало покосился на окно. «Это еще ничего не значит», — проворчал он помедлив. «Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая?» Накануне вечером Гиеме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас старики. Но тут они опять пришли мне на память. «Если пилот не изучил всю трассу на зубок, да попадет в снежную бурю, одно могу сказать, жаль мне его, беднягу». Надо же им было поддержать свой авторитет. Вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими просточками. В самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. «Сколько их было? Шестьдесят? Восемьдесят?» Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся. В темноте светились огненные точки. Каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумья курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников. Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж? Я прислушивался к разговорам в полголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы. «Старый чиновник, сосед мой по автобусу, Никто никогда не помог тебе спастись бегством. И не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, Замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, Укрылся в своем обывательском благополучии, В костных привычках, в затхлом провинциальном укладе. Ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, От морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами. Тебе и так немалого труда стоило забыть, Что ты человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве. Ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты просто-напросто обыватель города Тулуза. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал. А теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела. И уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, Или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир. Через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами И с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний. И с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, Проложу свой путь по звездам. Так совершалось наше боевое крещение, И мы начинали работать на линии. Субтитры создавал DimaTorzok